Hi, bestie! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Камила, и в сегодняшнем видео мы с вами будем делать Victoria's Secret Angels Makeup. Как вы знаете, недавно у Victoria's Secret произошёл камбэк, спустя 4 года. Последнее их шоу было в 2019 году, и раньше, когда я училась в школе, я просто обожала смотреть эти шоу. Моя самая любимая это была с Рианой, думаю, многие об этом помнят, и самая моя любимая модель была, конечно же, Адриана Лима, но, к сожалению, в этом году их камбэк меня не впечатлил, и, мягко говоря, в них их камбэк flopped. Ещё я смотрела много разных видео и говорили, что их advertisement просто скопирован у Рианы, и, если честно, мне очень грустно, потому что для меня Victoria's Secret всегда останется чем-то таким классным, красивым, и мне очень жаль, что у Victoria's Secret сложилась так судьба, можно было всё, я думаю, сделать по-другому, но то есть, то есть, и в честь их, хоть и неудачного камбэка, я решила попробовать Angels Makeup, так что давайте начнём. К сожалению, у меня нету их знаменитой розовой пижамы, кажется, она есть почти у каждой девушки, но не у меня, но ничего страшного, я не расстраиваюсь, что у меня нет такого набора, но, может быть, когда-нибудь в будущем он у меня появится, потому что it looks cute. Я уже увлажнила своё лицо и сделала себе локоны Angels Makeup, что он из себя представляет, да? Я посмотрела много разных фотографий, моделей, посмотрела какие-то видео-туториалы, которые другие девушки делали, и у них макияж всегда очень свежий, но при этом у них не сильно яркий макияж, он довольно-таки естественный, но они используют очень много сияния, шиммеров, золотого цвета, как шампанское, как розовых нежных оттенков. Такой вот лук мы будем с вами создавать. Я сделала свой полностью Skincare Routine for Glowy Skin. Я оставлю ссылку в описании, вы можете посмотреть, у меня есть видео про Рамой Ход. И начинать я буду с праймера от Rare Beauty. Мне кажется, этот праймер хорошо подойдёт для такого макияжа, потому что он тоже даёт такое натуральное сияние. У него текстура немножечко чем-то напоминает мне Maybelline Baby Skin, я уже Jelly Skin. В общем, вам покажу вот тут пример. У них был такой праймер, и я его использовала, когда я училась ещё в школе, но текстура этого праймера что-то такое напоминает. Он такой как будто бы Jelly, но он такой немножечко матовый. В общем, очень приятный праймер. У меня была мини-версия, и сейчас я взяла вот полную версию, и мне этот праймер очень сильно нравится. Далее, как foundation, я буду использовать тоже Rare Beauty, номер 200C. Эта тональная основа тоже даёт такой гловый эффект. Сейчас у многих, как тональное средство, у многих фаворитов находится Charlotte Tilbury Flawless Foundation, мне кажется, называется. Я ходила в Sephora и пробовала эту тональную основу, но мне кажется, что она очень похожа на Rare Beauty. Эта текстура очень сильно напоминает Charlotte Tilbury. Возможно, я ошибаюсь, но я не заметила разницы. Но когда у меня закончится эта тональная основа, я хочу взять именно Charlotte Tilbury и посмотреть, потому что их косметика мне очень сильно нравится. И растушевываю я это всё кистью от Real Techniques в номере 200. Раньше я пользовалась кистями, а потом я перешла на спонж и опять вернулась к кистям. Мне очень сильно нравится, что они не съедают много продукта, и наношу я на всё лицо, и даже на веки, и немного на шею. У ангелов всегда макияж кажется таким более-менее естественным. Мне кажется, что сейчас в современном макияже мы пользуем много техник от макияжа ангелов. Они просто делают такой макияж, чтобы подчеркнуть естественную красоту, как будто они использовали минимум макияжа. Даже видно их текстуру кожи. У них макияж типа Make Up To Seem Flawless. После тонального средства я буду делать контуринг. В обычной жизни я вообще не делаю контуринг, но сегодня это special day, и я буду делать контуринг. Видите, вот эту линию, я не буду идти по ней, поднимусь немножечко выше, именно на вот эту саму кость, и именно по ней буду вот так контурировать своё лицо. Далее эти зоны, эта зона, далее эти зоны, и нос. И вот что у нас получается. Теперь эти зоны я буду растушевывать, и буду использовать всю ту же самую кисть. Мне кажется, в принципе, контуринг довольно-таки банальный. Вот этот именно оттенок Rare Beauty в оттенке Happy Soul идеально подходит под этот макияж, потому что он такой более тёплый. Они не делают такой холодный контуринг, как это принято, да, чтобы сузить лицо, а именно используют бронзер, такие тёплые оттенки, чтобы был такой эффект, как будто вы отдохнули где-то на мальдивах и получили такой загар оранжевый. Я, кстати, тоже загорела, так что, ну прям идеальный тайминг для этого видео, я считаю. Итак, вот что у нас получилось. Мне кажется, выглядит очень классно, потому что этот стик, я уже говорила в одном из своих старых видео, оно очень хорошо растушевывается. Далее в тиллер я буду использовать вот этот гарниер в оттенке 120. И наношу я вот таким вот образом, чтобы высветлить эту часть. И делаю вот такую вот полоску, вот таким вот образом, чтобы сделать такой лифтинг эффект, сделать такой фокси лук. И они очень сильно высветляют эту зону, и именно это даёт такой отдохнувший и свежий лук. Нанесу в эти зоны немножечко, в эту зону, естественно, и в эту зону, а также вот сюда. Мне кажется, этот контуринг такой, aka Kim Kardashian, контуринг. И буду я растушевывать вот таким вот бьюти... Я всегда называю это бьюти-блендер, хотя это просто спонж, да. Растушевываем вот таким вот спонжем. Кстати, чуть ли не забыла, нужно увлажнить губы. Для этого я буду использовать Denash Sleeping Mask. Я просто обожаю этот продукт. Дальше мы переходим к румянам, и я буду использовать вот эти от Rare Beauty румяна в оттенке Joy. Это мои самые любимые румяна на самом деле. И наношу я эти румяна в эти зоны моего лица. Зарайтесь их растушевывать именно в эту сторону, а не на щеки. Потому что если наносить румяна в эту зону, ваше лицо как будто отпускается. А если их, наоборот, вытягивать наверх, то получается такой лифтинг-эффект. Также наношу остатки в эту зону моего носа. Также немножечко сюда, чтобы это всё смотрелось гармонично. И также в эти зоны. Получается очень красиво, но я хочу сверху добавить ярко-розовый румяна от Pixi. Я беру немного продукта на пин-понш. И наношу сверху в эти зоны, лёгенько, не переусердствовать. Самое главное, что я, в принципе, могу. Потому что румяна — это мой самый любимый бьюти-продукт. Я даже могу не наносить консилер, а просто нанести румяна, и I'm good to go. Теперь я буду переходить к бровям. Но перед этим мне нужно немножечко мои брови вытереть, потому что там есть остатки продуктов. И я просто возьму такую сухую кисть и пройдусь по всем своим бровям. Я просто их уложу прозрачным гелем. Как я делаю это каждый день, я не крашу свои брови, потому что они у меня довольно-таки сами густые. И если я ещё их сверху подкрашиваю, I look crazy, so we are not doing it. И вообще, я заметила, что у всех Victoria's Secret ангелов брови всегда тоже естественные. Мы закончили с нашими бровями. Теперь переходим к пудре. И я буду использовать мою самую любимую пудру от Charlotte Tilbury. Airbrush Flawless. И у меня оттенок номер один. Fair. И использую я вот такой вот паф от ELF. Теперь переходим к консилеру. У меня вот такой вот консилер Hello Glow от ELF. Champagne Champagne. Мне кажется, просто идеальный хайлайтер для этого макияжа. Это дюб Charlotte Tilbury, но это американский бренд ELF. Он очень достойный. И хайлайтеры они используют очень много. Мы прям пойдём по хардкору в эти зоны. И даже нанесём немного на подбородок. И глаза я оставлю на потом. И мы закончили с макияжем лица. И теперь переходим к макияжу глаз. Самая трудная часть для меня. Для макияжа глаз я буду использовать свою старенькую палетку от Makeup Revolution. Тут самые банальные нютовые оттенки. И начинать я буду у кого бежевого, светло-бежевого оттенка. И буду его смешивать с этим грязно-розовым. И наношу в зону на верхнее веко. И немного вытягиваю. Только на эти кончики сверху. И вот так вытягиваем. И то же самое с этой стороны. Мне кажется, эта техника называется бананчик. Но я не уверена. И возьму вот этот розовый цвет. На руку буду снимать этот продукт. Также наношу на кончик. Потому что нам нужен именно такой кинг-мейкап. И немножечко этот оттенок растушевываю на нижнее веко. Теперь я еще раз возьму этот бежевый оттенок. Сбираю остатки. И прохожусь по именно верхнему веку. Чтобы это все растушевать. Чтобы, видите, не было такого резкого перехода. Теперь что я буду делать? Я возьму такую плоскую кисть. Я возьму самый светлый бежевый оттенок. Если у вас есть, можете взять белый. У меня такого нету. И наносим это на верхнее веко. Только на верхнее веко. До того момента, когда у вас ваша века закрывается. Мое веко заканчивается вот тут. И до этого момента я вот наношу вот эти вот тени. В общем, такой должен получиться взгляд. Из-за этого бананчика типа глубокий. Но все равно свежий и такой открытый. Теперь я возьму такой белый карандаш от NYX. И наношу я этот карандаш в эти зоны. И также наношу на нижнюю слезистую линию моего глаза. Вот таким вот образом. И также я хочу немножечко внести под бровь. Чтобы высветлить и сделать эти зоны более выразительными. Также такой лайфхак небольшой. Можно нанести этот карандаш на нос. И сверху еще добавить хайлайтера. И теперь я возьму вот эту плоскую кисть и немножечко растушую этот карандаш. Теперь в эти зоны я нанесу хайлайтер. Хайлайтер я возьму такого у меня золотого оттенка. Наношу все той же с плоской кистью. Вот что у нас получается. Очень сильно сияет. Но это именно нам и нужно. Еще наношу. Вы можете не стесняться в этом макияже хайлайтер. Потому что они именно на это ставят и эмфасис. Далее я возьму ту же плоскую кисть и возьму такой розовый оттенок. Немножечко пройдусь по нижнему веку. Соединяем верхнее и нижнее веко, чтобы это все смотрелось у нас красиво. Вот что у нас получается. Мне кажется, смотрится очень симпатично. Далее я беру другую плоскую кисть, но она немножечко поменьше. И что я буду делать? Я беру самый темный коричневый цвет с этой палетки. И буду делать себе стрелку. Стрелку мы будем проводить по линии глаза. Именно по линии глаза и максимально близко надавливаем на ваши ресницы. Чтобы у нас не было этой пустоты между ресницами и веком. После того, как вы повторили линию вашего глаза, я немного буду вытягивать стрелку. И вот что у нас получается. Такая небольшая стрелка. И с этим глазом поступаем точно так же. Мы закончили. Итак, теперь переходим к ресницам. Эту тушь я буду от Lancome Hypnose. Также нанесу одним легким слоем на нижние реснички. И вот что у нас получилось. Теперь мы перейдем к губам. Возьму такой темно-розовый карандаш. И пройдусь им по контуру моих губ. Этим же карандашом заполняю внутри, по краям пространства, зону посередине. И ее не заполняем. И я беру вот такой вот стик для губ. Тут уже нету никаких названий. Все стерлось. Но тут написано Lit The Way номер 15. Мне кажется, это стик от NYX, либо Maybelline. Но я больше склоняюсь к NYX. И сверху я нанесу вот такой лип-голос от Guerlain в номере 462. Я обожаю этот лип-голос. Он такой розовый, с шиммером немножечко золотым. Идеально подходит по тейт-макияжу. Кстати, очень приятно пахнет. Мы немножечко кисточкой еще раз пройдемся пудрой, чтобы уже напоследок все это закрепить. И, конечно, этот макияж не обойдется без сеттинг-спрея. Сеттинг-спрей от NYX. И мы наконец-то закончили этот макияж. И вот так у нас выглядит finished product. Выглядит очень хорошо и достойно, я считаю. Теперь это будет мой макияж на выход. Мне кажется, получилось очень классно. Я надеюсь, что вам понравился этот макияж и туториал был понятный. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А также подписывайтесь на все мои социальные сети. Ссылки будут в описании. И всем пока, всех обнимаю.